Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Эта грустная история произошла много лет тому назад в Африке. Ее главным героем стала маленькая бездомная собачка. У нее были проблемы со здоровьем. Маленькая собачка была с перебитым позвоночником и парализованными задними лапками. Животное не могло самостоятельно передвигаться. Ему было очень больно, но собака упорно ползла по практически безлюдной африканской саванне. Ей нужна была помощь, и собака надеялась, что все-таки ее сможет найти. Женщина по имени Элизабет в начале 17-го года работала в Ботсване в исследовательском лагере слонов. Она одна из первых заметила бедную собачку. Женщина видела, что ей очень плохо. Животное находилось в тяжелом состоянии. Элизабет не знала, что случилось с собакой и кто так поиздевался над ней. Какой-то изверг. Но женщина точно знала, что собаку бросили, и она нуждается в чьей-то помощи. Потом в одном из интервью Элизабет рассказала, что собака буквально приползла в ее исследовательский лагерь. Она не могла нормально ходить, ее глаза были полны слез, любви и просьб о помощи. Элизабет не понимала, как собака смогла выжить без чьей-то поддержки в африканской саванне. Да еще к тому же без еды и воды. Но у Элизабет была одна большая проблема. Она со своими коллегами не смогла сразу же помочь собаке. Ведь ближайшая ветеринарная клиника находилась очень далеко, за несколько часов от их лагеря. Это очень беспокоило Элизабет. Она хотела чем быстрее помочь бедной собачке. Элизабет даже дала ей имя поппи. А один коллега Элизабет таки не смог оставить просто так эту ситуацию. Несмотря на сложный путь, он взял собаку и отправился к ветеринару. Собаке было всего лишь 7 месяцев, и ей нужна была срочная операция на позвоночнике, иначе она не сможет ходить и на всю жизнь останется инвалидом. Ветеринар сказал, что поппи нужно усыпить. Ведь шансы спасти ей жизнь были очень маленькие. Но Элизабет не могла согласиться на это. Ведь собачка столько всего перенесла. Она и с этой сложной ситуацией должна справиться. Чтобы помочь собачке, Элизабет разместила о ней информацию в интернете и попросила о помощи. Женщина надеялась, что неравнодушные люди помогут спасти поппи. Ее ожидания таки оправдались. Очень многих людей затронула эта грустная история с собачкой по имени поппи. Они тут же начали сдавать деньги. Так, с их помощью удалось собрать очень большую сумму. Даже больше, чем нужно было. Благодаря неравнодушным людям и специализированным врачам, поппи быстро поправилась. Она была сильной собачкой. Ее стремление к жизни поразило всех. Но была таки одна беда. Операция не смогла бы восстановить позвоночник поппи. Поэтому врачи приняли решение приобрести для собаки тележку для задних лап. Она поможет ей нормально передвигаться. Людей из всего света настолько затронула эта история, что они сразу же захотели забрать поппи к себе. И так собачка нашла себе новую семью. Ее забрали. Две маленькие девочки сразу же влюбились в поппи и попросили родителей забрать ее к себе. Они дали добро и теперь собачка счастлива в новой семье. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.